снова привет всем друзья мы очередной раз отправились в путешествие и это путешествие завершается и по обычаю я записываю для вас обзор отеля но в данном случае уже будет не отель а апартаменты и в принципе локация куда мы приехали в этот раз отдыхать в этот раз мы поехали в грецию на тассос и это было очень классное путешествие чем сейчас с вами поделюсь какие сказал мы сняли апартаменты локация называется скала марион это в 35 километрах от порта порт сам тассос называется населенный пункт скала марион это тоже маленькая деревушка и здесь есть даже свой пляж но к сожалению мы на него ходили только тогда когда приезжали вечером или с утра перед завтраком для того чтобы освежиться перед новым днем путешествия ну и чтобы вас долго не томить ожиданиями пойдем сразу в дом покажу вас покажу вам что у нас в доме и в принципе сам дом вот непосредственно наш дом мы живем и там на втором этаже вернее даже он 3 получается ну первый нежилой там еще идет у них какой-то ремонт но нам это никто не мешает здесь мы заходим внутрь поднимаемся по ступенькам немножко с непривычки тяжеловато сюда подниматься сразу но мы поднимаемся сюда два раза в день поэтому для нас не проблем здесь у нас обеденная зона зона барбекю правда нам дали мангал поменьше и в принципе это и хорошо смотрел классненький мангальчик первый день немножко помучились с ним но потом привыкли все нормально дальше тут у нас у хозяев есть сад какой-то перцы растут но мы не стали там конечно лазит но пару лимончиков честно скажу сорвали и что идем в дом так итак друзья вот нас жилище здесь такая мини прихожая сразу есть первая туалетная комната душ туалет умывальник зеркальце все что нужно дальше идем на кухню на кухне у нас есть электроплита раковина с мойкой вода есть горячая холодная куча посуды там есть у хозяев есть холодильник очень хорошо морозит здесь такая мини гардеробная здесь у нас юлиан попался здесь есть шкаф большая двухспальная кровать она реально почти два метра наверно метров 80 есть телевизор есть туалетный столик зеркалом и смотрите самое главное какой вид уходим на террасу и вечером здесь просто красотей да и с утра тоже солнце встает там эти вот такой вот у нас утра смотрите как солнышко выходит с утра 8 вечером здесь садится сказка мы здесь утром завтракаем это прекрасно давайте сразу через террасу пройдем во вторую комнату здесь эти тоже второй столик когда солнце там мы кушаем здесь когда солнце здесь мы кушаем там все очень классно так мы здесь не пройдем потому что у меня закрыта комната с другой стороны так вот эта комната она нам досталась мы не выбирали друг друга просто сказали мы тут они там вот сегодня у нас сделали уборку кстати сложили куда-то полотенчики нам свеженькие тоже есть шкаф есть комод кровать тоже реально большая метр восемьдесят наверное есть кондиционеры в номерах в комнатах номерами ты не назовешь это апартаменты есть телевизор даже есть фумигатор фумигатор не знаю как он называется правильно от комаров иногда есть комары и вот наша туалетная комната душ достаточно такой большой просторный туалет раковина такая стильненькая и даже есть стиральная машинка но это я вам скажу важная вещь когда вы едете на большой период времени хотя бы там две недели вам все равно придется освежить свои вещи вот как то так такая классная квартира ну и соответственно вот как я хотел показать до этого здесь тоже есть выход на террасу здесь москитные сетки очень тоже круто если их не забывайте кровать то у вас комаров в номере принципе не будет вот такой вот видон как я сказал уже по утрам и вечерам здесь одно удовольствие кушать и кстати от маленьких детей здесь такие защитные сеточки тоже молодцы хозяева предусмотрели вот единственный минус это здесь вот дорога ну по ней очень редко ездят машины вот как сейчас в остальном она не мешает и вот он наш ближайший пляж сюда очень прикольно утром выйти окунуться взбодриться ну дальше мы путешествуем по пляжам и не сидим на одном ну вот из минусов то вот по ступенькам нужно спуститься но мы это делаем всего лишь один раз в день поэтому вообще не вижу никаких проблем дальше выходя из нашего дома мы можем попасть в центр населенного пункта там куча баров и ресторанов но честно скажу кушать в ресторанах не самое дешевое удовольствие среднем ужин у нас обходился на четверых 80 евро ну все вкусно конечно но 80 евро это небюджетный ужин в ту сторону мы идем это выезд из населенного пункта и дальше мы едем по всем пляжам мы не сидели на одном пляже каждый день у нас был один или два пляжа новых но наш этот пляж который возле скала марион от спас называется очень даже красивый по утрам здесь очень классная водичка прямо удовольствие поплавать с маской обязательно если вы едете в гресу уберите с собой маску если вы плаваете это незабываемое удовольствие я ставлю парочку видосиков из моих заплывов подводных ну и дальше идем по улочке здесь достаточно много апартаментов можно приезжать снимать на google maps можно найти контакты свяжитесь с хозяевами обязательно вам предложат лучшую цену как и сделали мы у всех греков здесь очень ухоженные территории они следят за своими домами вот посмотрите у некоторых растут гранаты во дворе инжир я так и не нашел здесь ни у кого жена хотела все очень попробовать инжир но не удалось нам еще вам скажу если вы едете в грецию именно на тасс из не берите никаких all-inclusive ничего именно здесь фишка в путешествии мы ездили по всем пляжам каждый день но не каждый день по всем пляжам по два-три пляжа в день мы проезжали на некоторых оставались на целый день зависимости от того понравился он нам или нет и это каждый день новое впечатление здесь по ветерам люди ловят локации для фотографий здесь даже мольберты есть можете для stories своих или еще для чего-то вечером очень красивые закаты но также и утром такой же рассвет очень классный сегодня немножко облачно в остальное время просто незабываемая красота вот наш пляж пляж плотную пляж сам не платный шезлонги платный я даже здесь не узнавал среднем здесь на тассосе от 10 до 30 евро в одном месте мы нашли даже за 80 но там целый такой бунгало получается сразу на 6 человек поэтому в принципе цена достаточно приемлемая здесь буквально в пяти минутах рак и даже каких пяти три минуты идти у нас есть магазин в принципе здесь есть все что нужно приготовить себе завтрак ну мы в принципе покупали всего в на самом тассосе там есть магазин лидл поэтому можно затариться там на неделю сколько вам нужно продуктов и в принципе больше никуда не выезжать как я сказал мы иногда питались в ресторанах поэтому еда у нас была такая скажем так сух паек сэндвич и делали себе в дорогу на чтобы не тратиться в пути вот тут у нас такой пляж из бар цены достаточно низкий но мы на этом пляже почти никогда не были как по вечерам приходили искупаться перед сном или утром с моей стороны хочу вам дать рекомендацию я об этом подумал уже после того как мы побывали на разных пляжах самый классный кстати пляж если вы любите красивые виды это мраморный пляж обязательно его посетите это один из лучших пляжей там правда звонки стоят 30 евро на двоих и дают вам два кофе и две водички но самая главная фишка этого пляжа что он состоит из мраморной крошки и все кругленькие один в один шарики это очень приятное удовольствие по нему ходить и один недостаток то что я потом понял уже когда мы уже туда приехали обязательно нужно смотреть прогноз погоды откуда дует ветер и направляться на тот пляж на котором не будет ветра потому что мы приезжали если вы не хотите чтобы были волны на мраморном пляже как раз это очень важно если там волн нету там вообще вода чистейшая и такое белое дно очень красиво обязательно еще кстати посещение это пляж салоникос там реально очень тоже красивая вода надо к нему очень сложно там добраться на машине но в принципе если у вас кроссовер или машина чуть повыше спокойно туда подниметесь вернее спуститесь потом проблема подняться оттуда спуститься это полбеды еще из пляжей которые мне запомнились это металлика металлия бич там это бывшие металлургические там рудники какие-то были и в принципе там такие тоже антуражные места и там даже есть что-то подобие с там хенджи сделано из мрамора очень тоже красивые локации для фотографий но некоторые пляжи можно проехать там по часу побыть на пляже и потом поехать дальше все пересислить я вам не могу потому что за неделю мы реально уходим 10-15 пляжей посетили и даже попали на нудийский но правда случайно мы заплыли туда с другом еще один немаловажный факт это обязательно заправьте максимально топливом потому что у нас закончилось топливо и на острове она стоит больше двух евро вот так вот выглядит боль автомобилиста цена за литр в евро 2 евро 16 центов и заправился там 10 литров мы его выкатали буквально за один день сейчас придется опять перед поездкой 5 хотя бы литров 5 заправиться чтобы он хватило до материка кстати паром ходит достаточно часто нам не пришлось ждать мы приехали он был как раз пришвартован их около трех или четырех штук поэтому вы всегда попадете на паром это без проблем единственное что стоит он 30 евро с машины машина плюс водитель и по 5 евро по-моему за человек идет он примерно 20 минут вы уже на материке сразу как я сказал что вы когда съезжаете сразу идти в лидл мы не сделали этого поэтому пришлось в первый вечер ужинать в ресторане но все равно после дороги потому что мы ехали около 20 часов 1200 километров но это уже другая история потому что мы поехали через софию и путь выдался немножко более долгим чем мы предполагали было вышло 1200 чем-то километров в принципе этой поездки мы очень довольны я давно не получал такого удовлетворения именно от путешествия на море потому что мы привыкли всегда там кита он клюзив все включено там многоразовое питание здесь без питания каждый день новый пляж новая локация если вы едете с детьми есть пару пляжей тут даже этот пляж который возле нас он тоже нормально пологий вход и проблем со входом для детей не будет поэтому можете спокойно единственное что вам придется думать о питании я не вижу вообще в этом проблем поэтому смело отправляйтесь сюда на тассос вы не пожалеете это что касается дороги дорога заняла 20 часов мы выехали из кишинева 7 вечера и примерно в три часа дня в пол четвертого мы здесь были на месте проблема была греческо-болгарской границы потому что у них не работали компьютеры мы там протрачали час ну и плюс остановки и перекусы и в общем на все про все нас вот это съела время и в итоге вышло два часов я конечно за 20 часов устал за рулем но но этого стоило это наверное первое за долгое время у меня такая длинная поездка чтобы без сна без остановки остановки были короткие но сна не было практически сутки я не спал что касается обратной дороге мы все-таки поедем другим путем не поедем через софию вперед мы поехали через софию буха бухарест софия полагаясь на то что там автобанов больше но наверно по времени все-таки будет дольше хоть и автобаны но 180 километров в крюк я думаю он этого не стоит ну и в заключении еще раз вам скажу что отпуска мы довольны все очень понравилось смело отправляйтесь сюда не пожалеете если вам нужны контакты виллы обязательно напишите я вам отвечу скину адрес и контакт хозяев они очень доброжелательные люди и обязательно сделать вам хорошую цену как и нам кстати обошлись нам апартаменты на две семьи общая кухня две спальни 500 евро на неделю правда это сентябрь месяц я думаю сезон немножко будет подороже а если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавайте их комментариях я с удовольствием на них отвечу и в принципе все до новых встреч и до ставьте лайки подписывайтесь на канал где дальше интереснее